А, стоп! Субтитры создавал DimaTorzok 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 в тени, несмотря на его феноменальный вклад. Фильм «Беренштейн. Последний партизан» безусловно о героизме в годы Великой Отечественной войны. Но уже с первых кадров заявлена еврейская тема и уничтожение евреев фашистами, и советский антисемитизм. А на пунктиром разных эпизодов проходит через весь фильм. Выйдя из окружения и попав в партизанский отряд, Беренштейн назвал себя чужим именем. Василий Владимир, 223-й пулеметно-артиллерийский батальон 5-й армии. Я знал отношения многих к евреям, хотя в отряде была определенная дисциплина, но я считал, что не все должны знать, что я еврей, не все. Только командир отряда знал настоящее имя своего бойца, вскоре ставшего командиром разведки отряда. Но Владимир Васильев вынужден молча выслушивать антисемитские бредни сослуживцев о том, что все евреи воюют в Ташкенте. И одна из тех вещей, которую призван сделать этот фильм, это показать еще раз, развенчать этот миф об этом Ташкентском фронте, о том, что евреи не воевали. Потому что евреи не просто воевали во Вторую мировую войну. Они, на самом деле, если мы берем весь мир, они воевали в самом высоком процентном отношении относительно всех народов. Военные эпизоды в фильме сняты очень достоверно и страшно. Героические действия партизанского отряда Бронштейна, пустившего под откос 50 немецких эшелонов, показаны на фоне ужасов и непременной жестокости войны. Подождите, я ведь ничего не сделал. У меня не было случая горбежа, расстрела. Не было. Я знаю, что я могу стрелять за это. Что грабить нельзя. Насиловать нельзя. Мы защитники Красной Армии. А если он это делает, он должен отвечать. Приказываю привести приговор в исполнение. Готовься. Целься. Огонь! Съемки нашего фильма разделяются на две страны. Одна страна – это Израиль, вторая страна – это Украина. Все, что касается Израиля, то это, соответственно, касается Леонида Ефимовича. Документальные сцены снимали у него на квартире. Сцены в госпитале снимали в госпитале. Все остальное мы снимали в Украине. То есть вся художественная часть, огромнейшая. мы снимали под Киевом, там, где проходили эти боевые действия. Воздух! География Беренштейна на самом деле намного более фантастическая и невероятная, чем это смог передать этот сценарий или смог бы передать любой другой. Упомяну лишь один эпизод, когда они десантируют в Польше. Это происходит ранним-ранним утром. И в один из парашютов, которые приземляются, в нем запутался местный житель. Если бы это не было бы правдой, такое в сценарии я бы никогда не позволил себе написать. Ну, что это такое? Прыгают люди посреди ночи, где-то посреди Польши, и вот именно там, где падает парашют, там оказывается какой-то местный житель, который в нем запутывается. Это звучит очень-очень нелогично. Это чистая правда, как и все остальные эпизоды этого фильма. Один из подвигов группы Бернштейна, заброшенной в тыл рога, было обнаружение на территории Польши секретного немецкого полигона для испытания ракет Фау, последней надежды Гитлера на победу. Но перед этим он, вопреки приказу командования, освобождает и обреченных на смерть польских евреев. Это освобождение евреев Болегрода. Потому что, так как он для того, чтобы спасти этих людей, ему пришлось нарушить прямой приказ штаба. И поэтому он не мог такие вещи потом писать в своих мемуарах. Поэтому эту историю он оставил, так сказать, на потом. И она вышла только в книге, которую он написал уже в Израиле. Только за полигон Фау Бернштейн был достоин звания Героя Советского Союза. Он встречается с командиром наградного отдела, который рассказывает ему, как Владимиру Васильеву, что у него в отряде служит некий жид Бернштейн, которого постоянно приходят на его имя различные рекомендации представить его к ордену Героя Советского Союза. И то, что он делает с этими рекомендациями, это, естественно, кладет их под сукно. Вот эти слова под сукно, они звучали у Леонида Фимовича в ушах до конца его жизни. Он рассказывал нам эту историю бесконечное количество раз. Он нигде они не написал ни в какой книге, естественно, потому что эта история показывает о том, что действительно в рядах Советской Армии были квоты, были ограничения для евреев, для тех орденов и наград, которые получали евреи. Вот тебя к нам. У нас был огромный съемочный состав. Фильм изначально не имел большого бюджета, поэтому мы не рассчитывали на звездных актеров, но на актеров, которые хотят сниматься в этом проекте, которым эта тема очень интересна, которые могут отдать себя, которые хотят познавать. молодец, кто-то будет пробегать, кто-то защитить трех нас. Очень классная съемка, очень ответственная, и все переживают за проект. Я никогда не видел, чтобы команда так сильно болела проектом. Мне кажется, что если у кого-то из команды не получится проект, у продюсера, сценариста, режиссера, им будет реально у них жизнь закончится. Леонида Барнштейна мы снимали около четырех лет. Мы приезжали к нему домой, снимали документальные сцены, брали у него интервью. Ему уже было, конечно, за 90, и поэтому это давалось ему нелегко. Леонид очень переживал, как выйдет фильм, когда мы отправлялись в очередной тур в Украину на съемки, или писали сценарии, он нам постоянно звонил и спрашивал, как дела, и он был частью команды. Мы постоянно показывали ему разные сцены, которые мы снимали там, он нас наставлял, и был такой случай однажды, когда кто-то позвонил по телефону, он ответил, сказал, что он сейчас занят, и что у него съемочная группа, и что они снимают обо мне фильм, который выйдет, и он получится хороший, но я, к сожалению, его уже не увижу. Тогда вот мы тогда еще ему сказали, да нет, Леонид, мы же еще на премьеру куда-нибудь слетаем, но судьба решила по-другому. Леонид сколько должно было прийти на похороны национального героя такой величины, но тем не менее очень трогательно то, что те люди, которые, да, знакомились с его историей, и люди на первом канале государственного израильского телевидения прониклись этой идеей, поняли, насколько эта история важна и отдали ему последние почести и последний долг тем, что его история все-таки была рассказана. От героев былых времен не осталось порой имен, те, кто приняли смертный бой, стали просто землей травой. Я еще не забыл столь знакомый до боли, до дрожи тот дощатый причал и над речкой дождя пелену и, конечно, себя, но почти на полвека моложе среди близких друзей, населявших большую страну. В той далекой стране, от которой остались лишь фото, беспокойные сны, да надрыв телефонных звонков. Нынче пушки гремят, и куда-то шагает пехота, и у свежих могил собираются груды венков. пехота, той жестокой стране, где мы счастливы были когда-то, где для празднест ночных у реки разжигали костры, там глядят сквозь прицел и стреляют друг в друга солдаты, и гордятся они, что умелы они и храбры в той проклятой стране, из которой бежал, как из зоны, снова горькую пьют и решают еврейский вопрос. Мне и помнить о ней вроде нет никакого резона, да и фото не те я с собой в чемодане увез в той недоброй стране нам друг друга любить разрешалось, кроме этой любви, что и было у нас нихрена, чепуха, ерунда, кроха, горсточка, самая малость, что ж вцепилась в меня и никак не отпустит она. В той неверной стране, где прекрасные песни звучали, где как грезилось нам, не грядет никакая беда, нынче нет никого, я один на дощатом причале, не отдам никому ничего ни нипочем никогда не отдам никому ничего нипочем никогда нипочем 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 Продолжение следует...